13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии Олегу Ткачеву, руководителю Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члену Общественной палаты Кировской области и НКО. Добрый день. Добрый день. Олег, ну вот, собственно, не хотела я начинать с этой темы, но придется. Тема мусора не отпускает нас на протяжении последних, я бы даже сказала, месяцев. Но в последние недели мы практически каждый день с нее начинаем. Вот и сегодня в Общественной палате проходила очередная встреча, обсуждали тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, который должен начать действовать в Кировской области, я напомню, с января, то есть меньше месяца до этого остается, и не пришли в очередной раз ни к какому решению. Уже переигрывалась несколько раз эта ситуация. Сначала нам говорили, что платить мы будем с человека, потом нам сказали, что мы будем платить с квадратного метра. Вроде бы вот эта вот история по-прежнему сохраняется, склоняется к тому, что в Кирове плату будут взимать с квадратного метра, но окончательно не решено, как и не утвержден размер тарифа, сколько мы заплатим рублей за один квадратный метр. Накануне стало известно о том, что в Удмуртии, где было принято решение взимать плату именно с квадратного метра, а не с человека, все-таки переиграли. Все-таки решили брать с человека, по-моему, 166 рублей с человека составит тариф на вывоз мусора у наших соседей. Тема широко обсуждалась в Фейсбуке на кировском уровне. Вы тоже там высказывались. Вот ваше мнение, все-таки, какое решение было бы более справедливым, с квадратного метра или с человека? Ну, наиболее справедливо, конечно, с человека, но я бы пошел чуть дальше и усреднил. То есть я уже объяснял в социальных сетях то, что даже если с человека, это более справедливо. Понятно, что мусорит человека, а не квадратные метры, но реально взимать плату лучше с квартиры, ну, то есть с домохозяйства. С семьи? С семьи, да. То есть и при этом сделать одну среднюю расценку, чтобы не путаться в расчетах. То есть мое такое предложение, оно основывается на том, что любые сложные расчеты, необходима целая армия людей, которые будут это считать, а потом недовольные граждане там будут говорить, что здесь там или количество людей, или количество квадратных метров совсем не то, которое записано, и нам надо считать все по-другому. Ну, вот, жалобы, споры, калькуляция, то есть все эти расчеты должен кто-то вести. Администрировать сложно. Администрировать, да. Кто-то должен вести документацию, разруливать споры. Я понимаю, что там недовольные люди пишут в прокуратуру и там подают в суд, и уже совсем другие чиновники, совсем за другие деньги пытаются в этих спорах как-то разобраться. Олег, я прошу прощения, но чем можно быть недовольным в случае, если взимается плата с человеком? То есть есть один человек, вот он есть, он зарегистрирован на территории Кировской области, он платит, вот один раз в месяц он платит за себя. Или будут вопросы к тому, что ребенок в памперсах производит меньше мусора, чем взрослый человек? Жизнь намного сложнее, чем все это кажется на бумаге. Бывают семейные ссоры, бывают, когда на одной же площади живут, по сути говоря, там люди, которые не хотят друг с другом разговаривать, а тем более платить друг за другом. Бывает прописан, зарегистрирован по одному адресу, проживает реально по другому, бывает заявление соседей, что вот тут в соседней этой квартире живет целая бригада, кого-то непонятно кого. Десять человек. Десять человек, и почему вот... А прописан один, мы знаем, мы спрашивали в управляющей компании. Да, да, да. То есть ситуации бывают всякие. Вот это вот нагружение бумажной работы и бюрократии по обсчету всего этого, по разбору, а правильно ли посчитано, а действительно ли все это так. Мне кажется, что любые вот эти вот системы, их надо упрощать. Причем, ну, я смотрел статистику, то есть по данным переписи, по официальным данным, в среднем, по Кировской области домохозяйство это 2,5 человек. То есть это официальные данные. Ну, средние данные по России. Да, по Кировской области. А, по Кировской области, да. Собственно говоря, то есть разумно, что плата должна быть с людей, вот, ну, вот некая такая унифицированная цифра за 2,5 человека там с квартиры, это было бы разумно. Хорошо. Ну, ваше особое мнение... Чтобы не путаться ни в расчетах, ни в чем, понятно, что там это некая там средняя уравненная, там, величина. Олег, ваше особое мнение принимается, но возникают вопросы, а что делать людям, которые живут одни, им платить еще за 1,5 человека, которого нет? Вы же понимаете, сколько будет претензий? Я бы предложил вот как раз это считать не в человеках, а вот... С квартиры, с квартиры, из расчета 2,5 человека. Все равно же товарищи, которые будут вывозить наш мусор, региональный наш оператор, они же вот примерно знают, сколько стоит вывоз тонны мусора. Именно эту сумму планируется разложить на количество человек. Смотрите, около дома стоит мусорный бак. Так? Этот бак, он рассчитан в целом на дом, а не конкретно на количество квадратных метров или на количество людей в этом доме. То есть, среднестатистическая цифра там по дому или по группе домов... Девятиэтажный дом 1 бак, девятиэтажный дом 2 подъездных 2 бака и как так далее? Среднестатистическая цифра, она все равно одинаковая. То есть, в среднем в этих квартирах проживает по 2,5 человека и условно постоянное количество мусора от обслуживания этого мусорного бака, который вывозится с какой-то периодичностью раз в день, раз в два дня или раз в понеделю, это тоже величина постоянная. То есть, по сути говоря, расходы оператора по вывозу твердых бытовых отходов, они одинаковы из расчета на один конкретный дом. То есть, у нас нет таких вот резиновых, ну, очень-очень сильно резиновых домов, в котором, что вот этот же там девятиэтажный дом тут почему-то вывозят, там, я не знаю, там, столько-то тонн мусора, а стоит рядом точно такой же дом, но тут почему-то вывозят... В четыре раза больше. В четыре раза больше. То есть, у нас нет вот таких вот явных... Перекосов. Перекосов. Поэтому, там, чтобы меньше заводить в бухгалтерии... Я поняла, я поняла. То есть, администрировать проще, но вот претензий от людей ведь будет тоже больше, если предложить такой вариант. Все расчеты вести не в количествах людей, а в квартирах, тогда будет более просто понятно. Владелец квартиры, неважно, там, сколько квадратных метров, там, ответственный квартиросъемщик платит, там, строго фиксированную сумму, вот, и чтобы эта сумма, она была... Какой должна быть эта сумма? Небольшой. Небольшой? Это сколько? Не знаю. Ну, 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 ну Если говорить про регионального оператора, что монополизируя вот эту вот сферу и заводя все на одно юрлицо, у этого юрлица очень сложно считать аппетиты. Будут развязаны руки. И очень сложно понимать, ну хорошо, вот деньги этот оператор получил, а что дальше с этими деньгами, и этот оператор будет вкладываться во что? То есть просто закапывать на полигонах бытовых отходов или все-таки... Ну в идеале, конечно, он должен вкладываться в переработку, в сортировку, в какие-то экологические мероприятия. Ну вот в идеале. В идеале. Система, которая рассчитана на квадратные метры, да, город растет, количество квадратных метров растет. Это выгодно оператору, да. Оператору это выгодно, но смысл, то есть по количеству квадратных метров, то есть раскармливать просто операторов ради того, чтобы раскармливать, я не знаю, имеет ли смысл. По идее, логика действий должна быть такова, то есть если уж у нас есть региональный оператор, то региональный оператор должен представить расчеты, свои предложения и расчеты на перспективу и что он собирается делать с полученной прибылью. И по идее, вот как инвестиционный план, то есть стоимость оплаты с человеками или с квадратного метра имеет смысл рассматривать с точки зрения планов оператора по переработке, по инвестированию в какие-то технологии перерабатывающие. Я бы, допустим, с удовольствием сам бы заплатил чуть свыше, чем стандартная плата, если бы был уверен, что эти средства пойдут на развитие какой-то системы и со временем это станет лучше, позволит городу развиваться. В понедельник Андрей Вавилов, руководитель опоры России регионального отделения, говорил у нас в эфире о том, что зря обсуждается сумма в 150 рублей платежа с человек условно. Если бы региональный оператор начинал с небольшого тарифа, ввел 50 рублей в месяц с человека или 100 рублей с квартиры, что-то сделал, люди увидели, что да, действительно, меняется ситуация к лучшему, люди были бы готовы платить больше. Это так? Ну, это последовательность действий и тактика. Просто если заводится сначала один тариф, а потом он вдруг вырастает, то это очередная волна возмущения. То есть мы уже привыкли к этому. Лучше один раз пережить. Да, лучше один раз пережить. Это как со стоимостью проезда в общественном транспорте. То есть все привыкли к какой-то там сумме. И когда кто-то начинает, вот надо с такого-то числа поднять. На 5 рублей? Да хотя бы на рубль. Это всегда определенный шок для людей, которые уже привыкли. Привыкли платить 22 рубля. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО, член общественной палаты в нашей студии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Олег Ткачев в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Олег, помимо того, что является руководителем Центра поддержки НКО и членом общественной палаты Кировской области, является еще и членом общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Там очень длинное название, я в нем всегда путаюсь. Олег, я вашего экспертного мнения хотела спросить по теме недавней. Мы ее обсуждали, она была достаточно острая. Речь шла о так называемой голодовке в Центре временного содержания эмигрантов. Там тоже длинное название. В общем, это лица безгражданства, которые ожидают, не знаю, депортации или высылки из России. Как правильно говорить, люди жаловались на неподходящие условия, отсутствие мобильной связи, недозволение свиданий с родственниками и отказывались принимать ту пищу, которая, ну, казенная пища, да, ели что-то из своих запасов. Для меня было на самом деле большим открытием, что люди, которые не совершили преступления, либо уже отбыли наказание за совершенные преступления, находятся в условиях, ограничивающих для них возможность встречи с родными. Потому что большей частью родные этих людей это граждане Российской Федерации, среди них есть несовершеннолетние дети, которые уж точно не виноваты в том, что папа безгражданства, что папа совершил какое-то неблаговидное деяние и отбыл за него наказание. Дети в этом не виноваты. У этих детей не было возможности встречаться со своими родителями. После того, как ситуацию в центре проверила прокуратура, ввели возможность кратковременных свиданий на 15-20 минут. Незадолго до нашего эфира Олег Пкачев мне сказал, что вообще-то свидания должны разрешаться, как я понимаю, на более длительное время. Ну, длительность свиданий, понимаете, вот этот центр, он принадлежит системе МВД. То есть на него не распространяются там нормативные документы по... Это не в СИН. Да, это не в СИН. Это совсем не в СИН. То есть там условия не должны быть такими, как в изоляторах, в колониях. Да, статус этого центра, вообще-то это общежитие. Да ладно? Да. А почему тогда людям не разрешают пользоваться мобильными телефонами и встречаться с родными? Это общежитие, в котором люди просто ожидают некоторое время, пока решатся бумажные вопросы с перемещением этих людей за пределы Российской Федерации. То есть люди, находящиеся там, это не подследственные, не... То есть к ним нет претензий, в смысле, по расследованию, по каких-то... Уголовных дел. Уголовных дел. То есть эти люди, они просто находятся в режиме ожидания. То есть государство предпринимает там разные усилия по сопроводительной документации, по... решает вопрос с финансированием процедуры там депортации. То есть кто-то же должен довести их там до границы и передать там представителям иностранного государства. Но в данный момент права этих людей, они... Ну, это права людей. То есть точно такие же, как и у всех остальных граждан. Они имеют право там и встречаться с родственниками, вот, имеют право на связь, и имеют право там на достойное там питание и так далее. Это просто нормальные, должны быть созданы нормальные человеческие условия. Почему они не созданы? Ну, вот именно эти вопросы и задаются там членами ОНК, и прокуратура там в этом разбирается по заявлению. Я поддерживаю... То есть прокуратура до сих пор еще занимается этим вопросом? Я думаю, что прокуратура долго будет заниматься там и этим вопросом, и многими другими. Потому что конкретные там какие-то вот претензии, они там постоянно выявляются, выявляются. Всегда есть повод там что-то оспорить, там действия сотрудников. Да, эти люди, они не могут выходить в город и самостоятельно делать какие-то там свои вещи. Ну, есть риск, что эти люди могут не вернуться в центр, условно говоря, как-то раствориться там, да, среди жителей Кирова со своими документами, которые не позволяют находиться на территории России. Поэтому такая мера, как там вот, ну, свободная прогулка, нет, не разрешена. Это закрытое общежитие. То есть, ну, по идее, вот режим этого общежития, там, система МВД должна выработать более-менее адекватный, и уж ни в коем случае это как бы не руководствоваться там какими-то законами, действующими для системы исполнения наказаний. То есть, это не мера наказаний. Это временная изоляция такая получается, да, временная изоляция. Хорошо. На самом деле, конечно, будем следить за тем, что будет происходить вокруг центра. Что скажет прокуратура? Возможно, будут какие-то изменения в условиях содержания. Я напомню, мы говорили о том, что разрешается пользоваться мобильной связью в течение двух часов в день, по-моему, с трех до половины шестого, в тот момент, когда родные этих людей, либо на работе, дети в школе, да, и они жаловались на то, что вот, ну, неудобное время, мы бы хотели звонить тогда, когда удобно нам. Пусть это будут два часа в день, но пусть мы сами выбираем, какие это будут два часа. Это вот на такое люди готовы. Ну, и понятно, что свидание по 15-20 минут для них это может быть не самая хорошая история. Опять же, возвращаясь к тому, что там есть несовершеннолетние дети. К некоторым приезжают на свидание там люди из-за границы, то есть, ну, родственники. К некоторым приезжают, ладно, за границей очень далеко, к некоторым приезжают из районов области, наверное, да? Из какого-нибудь Верхнекамского района они едут 5 часов, чтобы с человеком повидаться 15 минут. Ну, да. Олег Ткачев в нашей студии, член общественной наблюдательной комиссии, член общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем. Давайте мы, Олег, с вами чужие деньги посчитаем. Я просила у вас составить какое-то свое мнение о предложении партии «Справедливая Россия», точнее, там, фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Кировской области. Они озвучили предложение следующее. Предложили внести поправки в бюджет региона на следующий год. По мнению парламентариев «Справедливая Россия», в принцип нуждаемости, который введен для льготников, не вписываются экс-чиновники, то есть бывшие губернаторы и спикеры законодательного собрания УЗС, которым, ну, наша область, наш бюджет выплачивает определенные деньги. В год подсчитали СССР, и они получают 6,7 миллиона рублей, 140 тысяч рублей в месяц на каждого в виде доплаты к пенсии. Речь идет не о двух человеках, да, их там несколько человек, ну, если мы посчитаем предыдущих наших руководителей. Вот такая история. И я, насколько понимаю, есть еще какие-то выплаты у министров бывших, ну, в общем-то, у членов областного правительства. Кажется вам справедливым предложение «Справедливая Россия»? Да или нет? Вот. И перспективы этого предложения? Пройдет, не пройдет? Ну, во мне как бы борются там два мнения на этот счет. То есть, по идее, я за то, чтобы закон не имел обратной силы. То есть, если кто-то работал в одной правовой ситуации, да, то по выходе там на пенсию и так далее, то есть, его права должны состояться по тем законам, в которых он там, допустим, выходил. Условно говоря, если он, идя работать министром, рассчитывал на то, что после того, как выйдет на пенсию, и будет получать какие-то доплаты, да, и был готов работать министром с утра до вечера, до поздней ночи, да, помни об этих доплатах, то эти доплаты должны быть. Да. С одной стороны, так. С другой стороны, принцип там социальной справедливости и вот, ну, бывшие чиновники, ну, не кажутся мне там... Нуждающимися. Да, нуждающимися. И с третьей стороны, ну, собственно говоря, вот по поводу закон обратной силы не имеет, но чего с пенсионной реформой, то есть, а все остальные граждане, для них-то вроде как бы пересматриваются все правила, все установки, ради которых они работали, они верили там в какую-то там пенсию, в накопительную часть, вот. Вот правительство говорит, что, ну, извините, денег нет, мы будем пересматривать правила, вот, и все, что говорилось ранее, это... Говорилось в других условиях. Да, говорилось в других условиях. То есть, мне бы хотелось, чтобы и для тех категорий граждан, и для других категорий граждан, там, закон не имел обратной силы. То есть, то, что было обещано, надо выполнять. Ну, в таком случае мы сами себя загоняем в ситуации, когда мы никогда не сможем избавиться от доплат. Нет, просто... Не самым бедным людям, как вы отметили. Какой-то вариант, там, могут приниматься дополнительно, но для вновь выходящих, то есть, для вновь поступающих, но выходящих, что на будущее. Вот, то, что уже есть, уже есть. Там, те доплаты тем людям, которые уже отработали и уже получают по закону, пусть они будут, но для тех, кто будет прибавляться к числу вот этой категории граждан, уже, как бы, всё. Ну, я вот, честно говоря, сейчас не помню точно, как менялся вот этот вот закон для вновь выходящих или сейчас работающих. Но я помню, что Никита Белых, будучи губернатором, замораживал для себя какие-то льготы. По-моему, там речь шла о санаторно-курортном лечении, ещё о чём-то. Но тогда же, тогда же возникал тоже вопрос о выплатах бывшим руководителям Кировской области и законодательного собрания. Этот законопроект, насколько я помню, не прошёл. Ну, вот я за то, чтобы по поводу бывших не пересматривать уже состоявшиеся решения, а устанавливать правила только для тех, кто сейчас там работает, там объяснять, что там, ребята, если вы хотите на год службу, то ситуация меняется. Никаких доп. выплат вы не получите. Да. По вашим оценкам, по вашим прогнозам, пройдёт ли законопроект через пленарное заседание? Я не знаю, сложно судить, но мне кажется, что не пройдёт, потому что предложено не той фракции. Понятно. Ну что ж, Олег Ткачёв в нашей студии, руководитель Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Сделаем небольшой перерыв и вернёмся у нас впереди ещё несколько тем. Продолжаем выслушивать особое мнение Олега Ткачёва, руководителя Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Остановились на предложении справедливоросов лишить льготных выплат бывших губернаторов, бывших руководителей законодательного собрания. Вопрос будет рассматриваться поправки в областной бюджет на декабрьском заседании. ЗАЭК Собрания и Олег прогнозируют, что поправки эти не пройдут, потому что предложены не той фракции. Ну, та фракция, я так понимаю, это Единая Россия. Это так или нет? Если бы Единая Россия предлагала. Ну, обычно, да, потому что... Потому что их больше. Да, фракционные решения, они заранее согласовываются, там внутри фракции, там выносятся, и понятно, что голосование большинства, это фракционное голосование, то есть все вопросы решаются в партийных кулуарах. Вот, партийная дисциплина, именно этим озаботилась Единая Россия на федеральном уровне, и я бы хотела в вашем комментарии все-таки вот на эту тему. Единая Россия примет этические заповеди партийцев, сообщает нам Медуза. На съезде 7 декабря это вот фактически правило поведения членов партии, причем заповеди это рабочее название. Мне предполагалось, что их будет 10, пишет Медуза, но в итоге стало 5. Что предполагается в числе этих заповедей? Это голосование по партийной повестке, как их договорились. Это запрет членам партии каким-то образом выпячивать свое богатство или там достаток, да, или как-то давать, понять людям о том, что вот они немножко на другой социальной ступени располагаются. Кроме того, партийцы должны честно и открыто высказывать свою позицию во время дискуссии в партии, то есть не стесняться вот на внутренних каких-то заседаниях, но на внешних придерживаться единой линии. Вот такая вот история. Что вы думаете? Смешно? Ну, я думаю, что там эти заповеди или там, как они там еще могут быть названы, это единственный результат, который будет достигнут с принятием этих положений, это еще больше поводов для троллинга единой России. Ну, то есть, когда есть какие-то прописанные там тезисы, да, то сообщество там в интернете начнет эти тезисы активно обсуждать, интерпретировать, показывать, будут ли придерживаться там рядовые члены там именно вот этого кодекса, именно этих положений. Ну, вот, слушайте, ну, это же депутаты, это же взрослые люди, которые сами должны без дополнительных кодексов там все вот это понимать. Вот, я не понимаю, как стали там люди депутатами, если каких-то банальных вещей... Не соблюдали. ...этических там, ну, не соблюдали. Вот, ну, многое странное у нас в стране, но, тем не менее, если партии вдруг потребовалось принять внутреннее решение там и регламентировать в виде вот таких вот декларативных лозунгов поведения своих членов, ну, это забавно. Очень интересно, почему это сейчас происходит. Потому что на фоне протестов, пусть они были небольшие, против повышения пенсионного возраста, социологи сообщали нам о падении рейтинга Единой России. Как-то связаны эти вещи? Я думаю, что все очень просто. То есть, на слуху очень много разных высказываний, которые шокировали граждан. И в основном это высказывания представителей партии Единой России. Денег нет, но вы держитесь. Что-то там было еще по поводу того, что государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать. Вот это вот из последнего, да? Да, да. Много из этого. Ну, и, собственно говоря, как-то то ли члены партии, то ли... Ну, мы пошли в разнос. Слишком много стали говорить на публику того, о чем лучше бы помолчать. Ну, видимо, руководство партии решило, что надо формально принять какие-то вот такие вот тезисы. Ну, это, ну, получилось, лозунги. Ну, хорошо. Ну, если им это надо внутри себя таким вот образом выстраивать дисциплину и договариваться с собственными членами, мне бы кажется, что было бы разумнее тщательнее отбирать кандидатов в депутаты. И в чиновники. Ну, и в чиновники. Ну, в те люди, которые выступают от имени партии. Не кажется ли вам, что после принятия этих так называемых заповедей «Единая Россия» будет еще более закрытой? Ну, к большому сожалению, я не знаю, как сейчас происходит в Москве, но я могу судить по Кирову, да? Не очень охотно члены партии «Единая Россия» выходят в публичное пространство, как члены партии «Единая Россия» отвечают на неудобные вопросы. Можем ли мы прогнозировать, что этого будет еще меньше? В связи с принятием этих тезисов? Да. Да или нет? Окончательно закроются? Я думаю, что это никак не повлияет. Ну, то есть, внутрипартийные тезисы – это одно, там, как некие кодексы, там, общение с внешней средой, там, все равно более-менее регламентировано. То есть, мне кажется, что в целом это не очень сильно изменит ситуацию. То есть, как было, так и будет. Лишний раз им сказали, что лишним не болтайте на публике. Ну, будут фильтровать. Более сдержанно. Более сдержанно комментировать. Будут приходить с бумажками, где прописан ответ правильно. Ну, это не про закрытость. То есть, закрытость, она немножко в другом. То есть, закрытость – это сообщение информации, имеющее какое-то, ну, серьезное там значение. То есть, это не просто про эмоциональное высказывание. То есть, основная претензия к тем высказываниям, которые мы слышали, это то, что эмоционально человек сказал то, что думал сам по себе. А не то, что надо было сказать. Не сверил с повесткой партии. А закрытость – это хотелось бы все-таки, если люди, принимающие решения, в любом случае имеют дополнительную информацию, цифры, озвучивают их где-то или нет. Имеют возможность? Имеют. Все ли говорят? Ну, конечно, нет. Добиться от того, чтобы более подробно рассказывали о процедурах принятия решений, выдавали там, допустим, хотя бы часть той статистической, экономической, финансовой информации, которую можно разглашать, которая не является государственной тайной, коммерческой тайной. Но депутаты ею обладают этой информацией что-то разъяснять, добиться от них вот в этом плане открытости, ну, вряд ли это что-то изменит, принятие тезисов. Ого, вот прописать бы вот это вот в кодексе-то, да, в заповедях еще одной. Еще одна тема, успеваем, я думаю, ее обсудить. Продолжается эпическая битва за торжество закона Навятки, пишет известный в Кирове юрист Ян Чеботарев. Получили вчера очередной отказ правительства области в передаче здания Александровского костела при ходу Пресвятого сердца Иисуса, римской католической церкви в городе Кирове. Ну, напомню, история тоже давняя, тянется несколько месяцев. Уже был отказ католикам, да, в передаче им костел. Несколько раз им отказывали в правительстве. Они пошли в суд, арбитражный суд принял решение. Ну, вот сейчас, пишет Ян Чеботарев, я так понимаю, грядет очередное судебное заседание, потому что отказ правительства Кировской области обосновывается тем, что, начиная с даты постройки костела, здание якобы подвергалось реконструкциям и в настоящий момент утратило религиозное значение. На мой взгляд, вот такой ответ правительства области, он весьма неубедителен, потому что на наших глазах была куча объектов, которые утратили религиозное значение, которые были планетариями, складами, чем угодно, были переданы русской православной церкви. То есть, с этой точки зрения, ну, и звучит неубедительно, и я думаю, что грамотный юрист Ян Чеботарев сможет аргументировать свою позицию судей по этому вопросу. То есть, если там чем-то аргументировать, мне кажется, правительству надо было искать какие-то, ну, другие, там, другого плана, другого характера аргументы, пока звучит, ну, вот, неубедительно. Вы, Олег, вот эта история на чьей стороне? Вы на стороне католиков или на стороне правительства области и вязкой филармонии, которая сейчас занимает костер? Я пытаюсь там занимать сторону разумности, вот, сравнивать аргументы, но вот чувство справедливости, оно говорит о том, что если там передавали кучу объектов, там, на таких же или даже еще в более сложных условиях, то здесь надо поступать точно так же. Это единство позиций. То есть, мне бы хотелось видеть наше правительство как разумную, там, взвешенную силу, которая единообразным образом, ну, одинаково поступает в аналогичных ситуациях, там, с разными, там, субъектами. То есть, если приняли за правило, что в таких-то вот ситуациях поступать таким образом, то это надо делать всегда, даже когда это неудобно. Если бы приняли изначально другое решение, там, никому ничего не передавать, то надо было бы тогда дожимать это и не передавать никому ничего. Раз уж мы передаем храму православной церкви, то, по идее, мы должны и католикам тоже отдать. Да, мне бы хотелось видеть там последовательность действий, в действиях, в логике принятия решений. А то здесь можно, здесь нельзя, а здесь, ну, вот, вот, не хочется, ну, значит, не будем, там, найдем какую-нибудь, там, отговорку. Ну, как-то это все не очень. То есть... Не очень убедительно. Да, это не очень убедительно. И вот в моих глазах как-то так, ну, снижает авторитет, там, именно правительства. Вот смотрите, в случае Александровского костела и, допустим, какого-то запущенного, заброшенного здания, там, православной церкви, ну, прямо вот крайние позиции, да, возьмем, речь идет о том, почему не хотят передавать Александровский костел. Александровский костел – уникальная концертная площадка, это правда, где поставлен хороший орган, переносить который невозможно, да, католики не против, чтобы филармония продолжала использовать костел как концертную площадку, ну, понятно, там, для концертов классических, да, ну, вот таких, не неформальных, таких вот безумных, да. Есть, есть такие опасения, да, у филармонии. С другой стороны, насколько я помню, когда начиналась вся эта история с передачи костела, католики говорили, мы готовы отказаться от Александровского костела, дайте нам место, где мы можем построить себе другой культовый объект, вот, дайте нам место. Место даже хотели выделить, было это при предыдущем губернаторе еще, почему-то в нынешних условиях областные власти, во всяком случае, публично, на встречу католикам не идут. Ну, что тут надо прокомментировать? Почему не идут? Что не идут? Ну, договариваться-то же всегда проще, умнее, не знаю, дешевле, в конце концов. Я думаю, что есть куча возможностей мирно договориться, то есть, есть куча возможностей, там, согласовать, то есть, можно, там, подписать соглашение, там, о сотрудничестве в плане, там, использования, там, какого-то имущества, там, в договорных отношениях прописать возможность проводить мероприятия, там, какого плана, там, по какому графику, все это можно. То есть, можно, если католики согласны, то можно выделить и место для, там, строительства, там, другого объекта, ну, все можно. Но пока навстречу, но пока навстречу из соседнего с нами дома, почему-то никто не идёт. И публично даже никак не комментирует. Ну, вот, я опять же повторюсь, хотелось бы видеть равного отношения, там, равного спокойного отношения, там, ко всем конфессиям, вот, и с точки зрения хозяйственной деятельности, идеологической, там, ну, прочее. То есть, если есть какие-то правила и установки, то их надо соблюдать в отношении всех. Не важно, какой конфессии, какой конфессии придерживают все или иные люди. Олег Ткачёв, член Общественной палаты Кировской области, в нашей студии. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Благодарю гостей, до свидания. До свидания.